Это история человека, который познал Иисуса Христа через темную сторону жизни. Для того Господь явил его, чтобы вы познали, что путь к Господу – это путь через то время, в котором вы остановились, в то, которое вы можете войти, познав того, который есть, был и будет, независимо от того, кем вы были или кем вы есть сегодня. Помните, что у вас есть Он Всевышний, Владыка мира и любви, Господь истинный и добрый сердцем. Я начал пить, когда мне было 16 лет. Я пил на вечеринках, но я также начал пить в одиночестве, потому что был несчастлив, и все время испытывал сильную эмоциональную боль. Моя мама была очень агрессивной, когда я был моложе, и мой брат ненавидел ее, и я тоже. Он начал тусоваться с темными людьми, он начал прогуливать все уроки, он никогда не был дома, и мои родители все время дрались. Я также убегал несколько раз. Я всегда пытался выяснить причину, почему я был здесь или какова цель жизни. Итак, я начал смотреть на различные философии, религии и убеждения. Когда мне было 18 лет после, после похмелья, я встал на колени и впервые помолился Всевышнему Господу. Я спросил, был ли Бог реальным, что он покажет мне, что он реален, потому что я больше не могу это терпеть. Я плакал, когда молился об этом. В этот момент я почувствовал, как меня охватывает ветер. Это было едва заметно, но это было не похоже ни на что в моей жизни, которую я испытывал до этого момента. Я был удивлен, когда почувствовал это, и я помню, как сказал, что это было, после этого опыта я почти забыл, что случилось, и продолжал пить и гулять, до того момента, когда меня арестовали. После моего ареста родители перестали доверять мне, и меня исключили из школы. Мне сказали никогда не возвращаться. В то время я чувствовал страх и безнадежность. Именно тогда я начал искать Бога и молился, чтобы Он проявил себя в моей жизни и дал мне знамение. Мои молитвы стали получать ответы настолько последовательно, что я не мог отрицать, что Бог что-то делал. Это было таинственно и неотразимо. Я попал в церковь и начал читать Библию часами в день. Я перестал тусоваться со всеми моими друзьями, потому что их постоянно арестовывали. Я смог простить мою семью и себя, и попросить прощения. Я заметил, как в церкви люди были осуждающими и как они формировали клики, но боялись быть рядом с кем-то другим, отличным от них. Это укрепило мою веру, потому что я понял, что Иисус не такой, и с тех пор, как я был молодым, я видел людей как людей, независимо от того, кем они были. Через некоторое время я как будто мог видеть, что Божье присутствие было в моей жизни, а потом казалось, что Его нет, и тогда Он был, а потом Его нет. Однажды я проснулся и почувствовал себя более подавленным, чем когда-либо за всю свою жизнь. Я чувствовал, что умираю изнутри. В ту ночь я помолился и сказал, «Боже, я не увижу свою жизнь через пять лет». Я умру, Иисус спасет меня, Господь, пожалуйста, спаси меня. Я плакал, когда сказал это, и когда я попросил Его спасти меня, я почувствовал присутствие во мне, как сердцебиение, и я почувствовал, что когда-то, как пульс, и я сказал, «Господи, пожалуйста, спаси меня», и я почувствовал это еще сильнее, это было похоже на сияние. Когда я проснулся на следующее утро, я изменил все, что чувствовал себя совершенно новым, как будто я снова был ребенком. Все мои страхи и все мои гоночные мысли все прошло. Я посмотрел на свои руки и сказал, что это не может быть реальным, это невозможно. Когда я посмотрел на себя в зеркало, я увидел другого человека. Я начал молиться, и Святой Дух стал для меня совершенно реальным, Он омывал меня и менял. Это была полная любовь и мир, и я услышал голос, но неслышимый, это был внутренний голос. Он сказал, что я с тобой, я люблю тебя, я никогда не покину тебя, это сделано, это закончено. Это было 3 мая 2009 года, и с тех пор я следовал за Богом, я видел, как многое изменилось, и многие вещи, которые я знаю, не изменились бы без веры. Я знаю, каково быть потерянным, чтобы чувствовать, что у тебя нет надежды. Никогда не думайте, что вы застряли, или жизнь не может измениться, потому что она может. Моя мама теперь христианка, день и ночь. Некоторые вещи, которые ушли в этот период, были сильные беспокойства, и моя зависимость от алкоголя. Я видел и испытал так много чудесных вещей, видел, как Бог действовал в моей жизни. Когда мы просим Бога простить нас за то, что мы сделали, и отвернуться от наших грехов и ошибок, и мы верим в жертву Христа, все меняется. Его Слово говорит, что если мы исповедуем своими устами, что Иисус – Господь, и верим в наше сердце, что Он умер и воскрес, мы будем иметь вечную жизнь, но не просто жизнь после смерти, но жизнь с избытком в настоящем. Наши грехи стираются не только прошлым, настоящим и будущим, но и наши тяжести и страхи. Наши мысли, наши умы, наше сердце, наши души преобразованы и объединены с Богом, и мы знаем, что Его Дух живет в нас. Если вы будете искать, молиться и стучать, вы узнаете, что Иисус – Царь. Он живет. Эта история – одна из многих тысяч историй, которые вам сегодня Всевышний Господь подарил возможность услышать и изменить вашу жизнь, согласно Его святым заповедям ради новой и вечной любви, веры и надежды с милосердием у вашем сердце и неотразимой Божьей благодатью. Мир вам и вашим семьям, и пусть ваше сердце всегда пламенеют Божьей любовью. Я прошу вас, никогда не забывайте о том, кто принимает вас всегда такими, какими вы есть, были или будете, независимо от той страны, веры или национальности. Мужчина вы или женщина, старик или дитя, для вас он подарил жизнь новую и вечную. Учитесь быть добрыми душой, любить всем сердцем, прощать, и тогда никакая беда вам не будет помехой быть самыми счастливыми людьми в мире.